И так это четвертьфинал, это легчайший вес у бойцов 3 раунда, представляемый вам оппонентом, спортсмен в синем углу. Ему 21 год, официальный вес 61,6 кг, рост 182 см, профессиональный рекорд, 6 побед, 2 поражения, базовый стиль ММА, Республика Казахстан, Шимкент в синем углу, Руан Бегбалат! И его соперник в красном углу, ему 18 лет, официальный вес, счет 1,5 кг, рост 175 см, профессиональный рекорд, 2 боя, 2 победы, базовый стиль рукопашный бой, Россия, Чеченская Республика, Русмартан в красном углу, Минкаил Хусенов! Рефри поединка Гирикан Шибилов, Ингушетия. Ну, собственно, по бумаге, если судить, то очевидное преимущество, конечно, казахстанского спортсмена. Большое преимущество в опыте. Да и по старшему. В этом возрасте это пока значимо. Ну и не стоит забывать, что Минкаил Хусенов также является победителем первенства России по рукопашному бою. И тоже хороший бэкграунд. И посмотрите сейчас в корпусе с голову сразу, комбинация от Хусенова. Согласен, безусловно, но все-таки одно дело первенства, другой чемпионат. Ну, тоже согласен. Это к тому, что есть определенный бэкграунд. Да, почему он сейчас находится здесь, сомнений нет никаких. Я просто говорю о том, что ему будет очевидно труднее, даже чисто с психологической точки зрения. Все-таки... Ну да, он только привыкает к этой атмосфере профессионального боев. Ну, плюс ответственность, конечно, большая на нем. Морально существенно проще, конечно, Рауану Бегвалоту. Ну и в Казахстане вообще довольно много чемпионов, смешанных единоборствов. Хороший волкик от Рауана. Оферкот неплохой. Интересно, немножко не всегда точно рассчитывают дистанцию спортсмены. И оказываясь не на своей дистанции в какой-то момент. То есть, условно, провалились в средний или ближний бой. Не вовремя, да? И получают лишний ущерб. Ну, в первую очередь, наверное, как раз Минкаил. Хорошая двойка заходит от Минкаила. Также, кстати, обратить внимание, в разноименных стойках спортсмены работают. Ну, по крайней мере, часть, часть боя. Минкаил, мы видим, периодические стойки меняют. Очень эмоционально. И работает, конечно. Ну, 18 лет. Ну, вообще-то очень круто, что в свои 18 лет спортсмены выступают в столь значимой лиге, как Исей Янкавилс. И для него это уже третий поединок. О, колено. Казалось бы, подкосил, но там... Пошел на подхват ног Минкаил. Была у него хорошая возможность. Ага. Да, в общем-то, и есть хорошая возможность. Соответственно, дотянул, дотянул в итоге партер. Здорово. Минкаил Хусейнов. Как по-вашему сформировались ли уже в Чечне какие-то свои локальные, условно, школы, подходы к смешанным единоборствам, условно, отличающие там Шали от Грозного, да? Или Урус-Мартан? Да, безусловно, безусловно, есть определенный зал, и, допустим, если брать там, в село есть такое Аханкала, да, где братья Джанаевы, там все-таки на первый план это рукопашный бой, ударная техника. Урус-Мартан чуть более многогранный, наверное, потому что побольше сам город, и там разные тренеры работают. То есть есть и борцы, есть и рукопашники. Вот именно вот этот зал, или, так скажем, вот эта смена, которая, ребята, тренируются под руководством Романа Межеева, это все-таки больше рукопашники. У Баяли Тарамова, у него больше универсальные парни. То есть каждый по-своему, каждый есть какой-то свой подход. Но вот тяжело, наверное, сказать, вот здесь больше борцы, а вот здесь больше ударников. Потому что, опять-таки, в этот спорт ребята самые разные выходят. Сейчас, да, уже, так или иначе, все универсалы. Хорошие колено. Все с определенным каким-то своим подходом. Хорошие колено сейчас было со стороны казахстанского спортсмена. Пытается, соответственно, найти все еще свой прием Минкаев Хусейнов, представитель Чеченской Республики. Пока ищет. И, кстати, есть кровь и рассечение, по-моему, именно у него. Перевод сейчас в одну ногу не получился. И кинулся, соответственно, с завершающим ударом. Не попал, но, по крайней мере, попробовал. Это тоже спортсмена характеризует. Ну что ж, посмотрим самые значимые эпизоды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА